Зуля Кукускирия работает в доме музея Дмитрия Гуля более 40 лет. Говорит, что любит этот дом больше своего. За годы работы она провела сотни экскурсий для тысяч школьников разных лет. Зуля Кукускирия признается, что делает свою работу с большим удовольствием и отдачей, даже если не все задуманное удается воплотить. Я заметила одну вещь, что как ты отнесешься, они же как губка все впитывают, они тебе в глазки смотрят и видят, ты врешь или нет. Вот это основное такое. Если они что-то заметят не так, или отношения, или просто фраза выкинутая, сказанная просто так, они это замечают, меньше становится, потом они расслабляются, они начинают наверх смотреть, делать селфи и так далее, как сейчас замечание сделала. Но в основном они интересуются. Как рассказывает экскурсовод, со стажем без малого полвека дом музея всегда пользуется спросом у школьников. Приходят сюда не только в день рождения Дмитрия Гуля. Вот только принять всех желающих или даже провести экскурсию для большой группы тут возможности нет. Сам музей с 10-го года он стоит, понимаете, и капитального ремонта не проходил. Потому больше 10 человек в один зал за раз не заведешь, потому что вот вибрирует пол, прямо это явно чувствуется. Я думаю, что вот сейчас все устаканится в правительстве, я думаю, что на нас обратят внимание. Мы не смогли удержаться и попросили Зулюку Кускерия рассказать о комнате, в которой писали интервью. Это кабинет, единственная мемориальная комната в нашем музее, рабочий кабинет поэта. И здесь мы рассказываем детям, они с удовольствием, а мы в ту комнату пойдем, потому что у абхазцев говорят «блаебоху» и «эпсоп». Они не столь понимают, что им рассказываешь про книги, про науку и так далее, как им приятно видеть предметы, которые здесь находятся. А все, что вы видите здесь, это все, что было при жизни поэта. Без единого изменения мы только поддерживаем эту чистоту и стараемся вот как-то вот, насколько это возможно. Пока в Доме музея готовились к импровизированному концерту, мы попросили его директора Светлану Курсая рассказать о своем взгляде на дату. Она считает, что день рождения Дмитрия Гуля – это большой праздник для Абхазии культурной и научной. Дмитрий Ощегуля – основоположник не только абхазской художественной литературы, он основоположник и абхазского национального театра, он основоположник абхазской журналистики. Так что абхазской истории, впервые им была написана книга об истории Абхазии, то есть Абхазам впервые была написана история Абхазии еще в 1925 году. То есть фигура Дмитрия Ощегуля – это настолько объемная, настолько масштабная, что я думаю, даже иногда думаю, что было бы с нашей культурой, с нашим искусством, литературой, если бы не было Дмитрия Ощегуля. Директор Дома-музея Светлана Курсая тоже с грустью повторяет слова своей коллеги и надеется, что когда-нибудь те, кто должен, вспомнят, помимо прочих важных дел, про состояние Дома-основоположника абхазской литературы. Музей Гуля – это его дом Гуля, в котором он прожил всю свою, почти всю свою жизнь, до конца жизни. Он здесь и умер, воспитал здесь троих детей вместе с Еленой Андреевной. Это исторический дом, это памятник абхазской культуры. И в то же время вот этот дом находится сегодня в очень плачевном состоянии. Я все же надеюсь, несмотря на то, что у нас политические страсти бушуют, я все-таки надеюсь, что люди, те, кто может и должен, обратят на это внимание. 146 лет исполнилось со дня рождения Дмитрия Гуля. Главными своими учителями он называл книги и жизнь. Он прочел и написал огромное число первых и сделал возможным написание еще большего количества. А жизнь у него сложилась долгая и сложная, и она точно не прошла бесследно, пока на абхазском языке пишут.